всем привет сегодня я смотрю игрушку под названием и pick it ball свинья ест мяч странное название которое вышло 27 сентября 2018 года в стиме стоит она сейчас вот 2016 рублей со скидкой 40 процентов на момент 16 октября 2019 года что разработчик пишет своей игре что она в жанре инди приключения аркада юмор ретро отзыв в основном положительные вот русскоязычный отзыв только один я нашел от какого-то лури паркера что же он пишет об игре будет мой первый отзыв к игре на русском для тех кто не понял что это вообще за дичь тут надо играя за космическую свинью надо же кажется есть космический свиньи проходить уровни всасывая 6 теннисные мячи на время а или выполняя другие соревновательные задачи управление z рывок вперед x не всасывать чтобы не взять вредные предметы пробел плевать блевать удобнее на геймпаде понятно игрушка адаптирована больше для геймпада множество power apple и абсурда игра явно не для брезгливых так что мы пишем игра явно для брезгливых потому что уровень блеводины тут зашкаливает однако игра по прежнему довольно веселая мне нравится музыка игра придерживается определенного неповторимого стиля здесь есть боссы это как если бы довольно среднюю аркаду делал бы наркоман да вы хорошее описание ближайшим родственникам игры назвал бы как бы назвал вот за гол и и немножко рейман ясно ясно так разворачиваю вот такая игра игрушка тут есть вот режим приключения party и вечеринка билд можно верно свои уровни делать options user levels то есть уровне пользователей дискорд exit положено немного по настройкам сожалению нету русского языка тут есть английский тут есть испанский тут есть два типа китайского языка но нету русско вот обидно давайте посмотрим на приключения режим приключения так far away in the cake palace cake palace это типа пирожный дворец daddy папа кто кому папа не понял i'm here on the contemplation sofa my dear я здесь на софе мой дорогой или моя дорогая это будет папа а это кто hi daddy привет папа what are you thinking about что ты о чем ты думаешь я думаю о том как много жемчужин нам надо чтобы защитить наши станции как и жемчужины могут помочь в защите станции непонятно ох but what about да но что насчет I have also been thinking on your future я хочу подумать о твоем будущем oh good so hey i daddy i want to travel the world and see хорошо итак я папа я хочу путешествовать по миру и увидеть princess bow look princess it's time that you are married пришло тебе время жениться married married жениться yes you are far too young or maybe far too old to be unwit but I want to explore но я хочу исследовать exploring the bonds of matrimony is a great cause we shall have many games to find you a suitable air suitor with a fine suit короче какой-то бред не хочу это читать hell never recognize me now and with her disc is in place station cupcake как вы начинали мы тут сейчас перемещаемся сюда стоящим движение мышка моду я мышка управляю этим существом оригинально графон на симпатичный boost какой-то вон don't suck а левая клавиша boost а правая don't suck типа не всасывать что ли то есть он постоянно всасывает вот какие-то пузырьки у него перед вертом он постоянно в режиме всасывания толк разговаривать с кем-то разговаривать что это толк ту клэмс тусе сон экшен win жемчужина открывает новые уровни жемчужина открывает новые уровни тут есть вот замочная скважина royal clam типа королевская устика что ли или моллюск i love the ball games я люблю игры с мечом the winner gets to marry princess ball победитель победитель женится на princess ball is that existing это правда и all 15 яность съешь 15 вкусняшек играть бля что это как это разводится какая-то хрень я не знаю как как пройти а эти подсказка it all yannis to beat to level это понятно что надо съесть все как я только не пройти кхм я не понял ах мда непонятно 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 короче надо было несколько раз в ней ударяться и нажимать space о я смотрю чем больше он седает этих шаров а space это короче выстрелить когда есть зеленый у него какая-то крышка реально чё правду писал что много блевочных пердежа лев рейтинг короче я пошел на бронзу уровень топопик съешь 12 вкусняшек я понял что есть короче стрелять сасывает он по умолчанию сюда как мне да на мойске конечно неудобно но наверно на геймпаде это это и как бы удобнее съешь ты нас вкусняшек кейс хоть и нас 30 два мгновения я понял, тут есть короче узкие узкие проходы и чтоб не протиснуться надо часть шаров которые я ем выплюнуть, а выплевываются они зеленые, если их зеленый попытается съесть назад это существо начинает отрыгивать, отрыгивать и пердеть, какого-то жука всосали и выпилили уровень пробен достижений вы получили закрытую жемчужину одна жемчужина из 13 мейнхаб ворота открылись мейнхаб типа главная ворота сюда нельзя пройти а ясно тап это меню где можно посмотреть сколько жемчужин я собрал прикольно ну а шесть жемчужин ему надо, ничё себе шесть Так, я не могу скинуть. Уровни прикольно выглядят, прикольно, мне нравятся, так, это постепенно эти. Опять эти какие-то, какие-то, я не знаю, кто это, похоже на тараканов. Звуки прикольные, мне нравятся. Я не могу больше съесть, а что мне делать? Что мне дальше делать? Не могу, могу, еще два съесть. Еще один. Отдай. Ой, короче, наверное, буду завершать свой обзор. Что я скажу, в принципе, игрушка мне понравилась. Она веселая. Да, для кого-то она может показаться, ну, мерзкая, ввиду того, что тут есть. Рыгания, пердеж, все такое, какие-то звуки такие, эээ, противные. Но, но мне, я говорю, мне понравилось. Графон симпатичный, управление простое и понятное. Ничего сложного нету. Даже русского языка не надо. Хотя, конечно, с русским языком было бы лучше, потому что мы бы понимали сюжет, историю. Но даже без русского так более-менее понятно, как играть, что делать. Другой вопрос. Стоит ли эта игра 200 с чем-то рублей по скидке? Без скидки она, наверное, все 300 стоит. Вот стоит ли она своих денег? Я сомневаюсь, что она стоит таких денег. Хоть она сделана добротно, я, честно говоря, ожидал худшего. Глянул название этой игры. Какая-то свинья ест шар. Это старое название. Я глянул на страничке игры в стиме немного видос с геймплеем. Я подумал, что это трэш. Неиграбельный трэш, бред. Но все оказалось не так плохо, как я думал. Все оказалось не так плохо. Вполне себе веселая и интересная игрушка. Так сказать, время-убивалка. Зачем мы играем игры? Чтоб убивать время. Вот. Прекрасно, я считаю, время-убивалка. С юмором. Но своих денег она, конечно же, не стоит. Слишком. Слишком. Слишком дорого. Можно и вазу управлять, оказывается. Слишком дорого, я считаю. Ускорение есть? Нету. А-а-а. Бля. Игрушку рекомендую только тем, у кого есть лишнее бабло. Если у вас есть лишнее бабло, пожалуйста, берите. Она однозначно гадно та. Я не скажу, что она плохая. Она отстойная. Она негодная. Нет. Она горная. Видно, что, ну, делали её... Делали её профессионалы. Не просто какие-то... Аматоры в игростроении. Ну, это ж... Это всё надо нарисовать. А озвучка. Это всё... Это всё время. Это всё бабло. То есть, на создание этой игры явно тратили бабло её создателей и не Маури. Конечно же, они не хотят всё бабло отбить, я их понимаю. Но, блин, дороговатая цена. Три с чем-то рублей без скидки. Извините меня. Я по скидке за 100 рублей брал JustCost 3. JustCost 3. Такая игра с крутой графикой двухмерной. С довольно большим... С довольно большим игровым миром. И вот это вот. Двухмерная графика. Двухмерная графика. И... Мир небольшой. Нет. Я считал, цена дороговата. А так, игрушка мне понравилась. Она весёлая. Интересное время убить самое то. На этом всё. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.